19 марта в Тверском императорском дворце состоялся телемост с Республикой Крым, приуроченный ко дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие организовано благотворительным фондом имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Это имя имеет большое значение и для Верхневолжья, и для Севастополя. В минувшую пятницу в восточной башне императорского дворца собрались активные участники многих патриотических организаций и образовательных учреждений Верхней Волжи. Среди них и студенты Тверского медицинского колледжа. Третья курсница Алина Фишер одета сестрой Милосердия, потому что помимо учебы очень интересуется этим явлением, зародившимся в нашей стране еще во время Крымской войны. Ровно семь лет назад Севастополь и Крым присоединились к нам. И это, я считаю, очень такая знаменательная дата. Алина признается, что в Крыму не была, но очень хочет туда приехать. А вот ее однокашник Иван Чусов за хорошую учебу получил в свое время путевку в детский лагерь, расположенный именно на этом полуострове. Это очень красивое место. Там очень много растительности и очень хорошие, добрые люди. И я очень сильно хотел бы там еще побывать. С хорошими людьми, живущими в Крыму, Иван в этот день смог пообщаться благодаря телемосту. По ту сторону экрана тверичан приветствовали ученики Севастопольской средней школы номер 26. Это учебное заведение носит имя известной тверичанки, одной из первых сестер Милосердия Екатерины Бакуниной. Она помогала раненым на бассейнах Севастополя в годы Крымской войны. Добрый день, Севастополь! Добрый день! Верхняя Волжья и Севастополь объединяют судьбы многих знаменитых уроженцев Тверской земли. Прежде всего, это вице-адмирал Владимир Корнилов, родившийся на Старецкой земле. Его биографию хорошо знает член местного георгиевского отряда Анастасия Голубева. Вице-адмирал Корнилов был одним из руководителей обороны Севастополя и пал, защищая город в Крымской войне. 12 улиц, набережных и площадей Севастополя названы в честь тверичан, защищавших его в годы Крымской и Великой Отечественной войны. Поэтому исторически справедливо, что город русских моряков 7 лет назад снова вернулся в родную гавань. Это важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.